доброе утро сегодня у нас 15 января на улице в данный момент плюс 31 градус решили скататься на остров калан на пляж на обезьяне пляж сейчас выходим на дорогу садимся тук-тук и едем до пирса балихай на пирсе покупаем билеты садимся на паром и переплываем на остров понемножку все это буду снимать и выкладывать поехали приехали мы на пирс балихай год прошел здание забросов так она и не достраивается на тук-туке мы доехали самое интересное через волкин стрит проехали прямо днем он открытый и отдали 200 бат всего немножко ветерок микрофон забыл взять поэтому шумновато будет сейчас проходим на паром садимся скажу какая стоимость сейчас парома прошлом году 30 бат с человека было сколько сейчас пока не интересовался не знаю он там вдалеке за кораблем видно наш нашу ривьеру ладно двигаемся к парому да совершенно верно цена на паром не изменилась также осталось 30 бат сели сейчас ждем еще людей когда загрузимся и поедем пойдем как говорят моряки все паром не стали битком набивать отходим прошли 35 минут и подходим к пирсу уже на острове все время Продолжение следует... Спускаемся. Сошли. Вот он пляж. Здесь же сразу на пирсе. Ну и как всегда мы на него не пойдем. А пойдем дальше. Сейчас пройдем, выйдем на берег. И будем уже смотреть, где там тук-тук. Возьмем его и поедем на нем. Очень много народу. Китайской национальности. Как и всегда здесь сразу можно взять мопеды на прокат. Что-то здесь уже уставшее. Здесь же есть вон такси на мопедах. Возьмем его. Возьмем его. Продолжение следует. Возьмем его. Продолжение следует... ...влились в массу. О, и вышли мы здесь. Справа стоят тук-тук. Сейчас попробуем объяснить, что нам на остров обезьян. И поедем мы на остров обезьян. Вернее, не остров, а пляж обезьян. Пляж обезьян. А? Обезьян. Как обезьяна будет? Монки. Монки? Монки, а? Да. Монкиленд. За тук-тук отдали 40 бат. Приехали. Так называемый пляж обезьян. Здесь говорят, что две обезьянки. Но они не дикие, они ручные. Взяли шезлонги. Шезлонги, получается, по 100 бат. Купаться я особо не любитель. Поэтому пока посижу. Посмотрю. А потом, может быть, перед отъездом и скупнусь маленько. То есть, вот такой в Монке пляж обезьян. Еще пройдусь по пляжу, поснимаю, где что есть, какие кафешки. Так, ну, шезлонгов очень много. Отлив начался. Вернее, не начался, отлив идет. Вода уже, насколько вот, мокрая граница песка. Настолько вода опустилась. Ну, видно, что ткнота чистая. Вода чистая. Попаться одно удовольствие. Хочу до камней дойти, вон до тех, посмотреть. Крабики бегают, не бегают. Вот так вот. Особой зелени нет. Но в тени деревьев находиться. Просто одно удовольствие. Иду до камней. Ну, вот и камни. Скальник. Здесь, конечно, купаться не будешь. Да, крабы бегают, вон между камней. Побежал. Хе-хе, сбежал. Всякой живности полно. Крабики бегают. 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 Непонятно какие-то жучки, паучки, тарачкашки. Непонятно что это такое. Крабов очень мало, посбежали уже. Пойду обратно, думал посмотреть, одного только краба увидел. А как со стороны выглядит пляж. Есть здесь кафе. Кафе, так скажем, недешевое. Процентов на 30-40 дороже, чем в Паттайе. Не в два раза, как было раньше. Но блюда большие. Вот ходили в кафе. Блюда большие. Можно и самим покушать, и ребенка покормить одним блюдом. Есть Wi-Fi. Wi-Fi правда платный. 100 бат стоит. Это того не стоит. Лучше купить симку. И желательно симку покупать сразу по прилету в аэропорту. В зависимости от того, на сколько прилетаете. Брать на неделю. Если вдруг. Или на две недели. Но опять же, если на месяц. 1300 бат. На целый месяц. Там по-моему 18 гигабайт. Ну и интернета хватает. Так получается дешевле, чем покупать в 7-11 отдельную симку. И потом докидывать каждую неделю по 150-200 бат. Народ отдыхает. Народ катается. На бананах, на мотоциклах. Цены узнавал. Просят. Получается 2000 бат за 30 минут. Ну, сговорились. За 1500 погадались. Хотя и это сказали. Очень дешево. Даже если приехать сюда без маски, без очков можно взять. Покупаться. Будет в чем понырять. Некоторые дети. Ракушки выкапывают. Ныряют. Ну, в принципе, пляж небольшой. Дошли практически до конца. Дальше я по камням уже там не полезу. Вот такой вот песок. Вода уходит. А песок чистый. Вода чистая. На берег никакого мусора не выкидывает. Поэтому можно приезжать на пляж обезьян. Сейчас будем собираться и уже выдвигаться обратно. Ну, вот и провели день на острове Колан. С острова поехали. Время уже было без пяти и пять. Не с острова, а с пляжа. И там таксисты начали рассказывать сказки, что последний паром уходит пять часов. Сейчас время пять-десять. Мы загрузимся на паром. Народу не так много. Но помимо этого еще стоит вот три парома пустых, которые заберут также людей. Поэтому можно не торопиться. Ну, как опять же не торопиться. Нужно все равно ко времени, но не верить таксистам. На этом все. Всем отдыхающим желаю приятного отдыха. Всего вам доброго.